И я с превеликим удовольствием передаю слово своему другу, региональному директору Константину Хохлову. Встречайте. Добрый день, друзья. Добрый день, дорогие. Слышно меня, да? Да-да-да. Я в первую очередь тоже хочу сразу поздравить всех, кто сегодня с нами. Тех, кто сделал чуточку больше и перешагнул на следующую ступеньку. А также тех, кому не безразличен успех команды, успех структур и тоже сегодня присутствует на нашем вебинаре. В первую очередь я, конечно, хотел бы представить вам нового золотого директора из не очень большого города Старый Оскол. Но там работает очень замечательная структура, которая всегда очень отзывчивая, очень теплая, всегда с нами на связи. И сегодня я хочу представить вам нового золотого директора. Это Даровских Инну. Немножечко об Ине. Инна работает на металлургическом комбинате. Все прекрасно понимают, что такое металлургический комбинат. Это колоссальное количество различных вредных веществ, которые оседают в организме. И Инна сегодня расскажет вам немножко, почему же она к нам пришла, какие вопросы ее волновали. Инна? Да. Да, добрый день, Инна, еще раз. Ну, в первую очередь хочу вас поздравить. И хотелось бы рассказать, хотелось бы услышать, почему вы с нами, вашу такую мини-историю. Ну, моя мини-история. Работаю, как вы уже сказали, на металлургическом комбинате. Естественно, уже около 40 лет. Поэтому начало ухудшаться здоровье, и я начала искать способы, как его восстановить. То есть врачи мне ничего не давали, тем более, ну, что, разводили руками просто. И у меня в друзьях была девушка, очень прекрасная девушка. Ну, я за ней много, долго наблюдала. И в один прекрасный момент я к ней обратилась. На тот момент у меня даже смартфона не было. Был просто кнопочный телефон. Я обратилась, мы с ней встретились. И я говорю, у меня вот такие-то, такие-то, такое-то здоровье. Ну, она видела, что у меня здоровье было прям вот нулевое. Вот. И она сказала, хорошо, давай мы с тобой будем, я буду с тобой заниматься, и я тебе помогу. Естественно, она сказала, что такой телефон, какой у меня есть, он не подходит. На следующий день, через день, я ей позвонила и говорю, Таня, я купила телефон, какой надо. Что дальше? И вот шагами, мелкими, но уверенными, я начала идти за ней. Я начала ее просто слушать. Что вот она мне говорила, то я и выполняла. И получила очень хороший результат по здоровью. И потом начала рассматривать, ну, Королл Клаб как дополнительный заработок. То есть, так как я, у меня есть основная работа, но дополнительный заработок мне бы не помешал. И вот такими шагами я пошла по этой дороге. Хочу просто Танюшке Юнаковой огромную благодарность, потому что она меня за руку ведет, вела. И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Да, я тоже хочу от всей души поздравить всю структуру. Татьяну Юнакову, Ирину Александрову, Наталью Бандурину, Кирилл Серебряков, Алексей Алексеевич, Луконин. Это вот как раз вся структура, которая помогает людям расти в любые времена, в любых ситуациях. Инна, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать тем, кто только начинает строить свой бизнес в компании? Я хочу пожелать, чтобы они не умничали, просто слушали своего наставника. И все, больше ничего не надо. Просто слушайте наставника, что наставник говорит, то и выполняйте. Это очень просто и легко. Спасибо. Спасибо, Инна, за пожелания. Спасибо за вашу историю. Еще раз от всей души мы вас поздравляем. Поздравляем всю вашу структуру. И переходим дальше. Спасибо. 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 Спасибо.